Школьник уделал очередного здоровяка. Кто следующий? Миллионы фанатов армрестлинга по всему миру уже знают Скулбоя и смотрят его поединки на руках, в том числе против мировых звезд. Но кто этот парень на самом деле? Откуда он? Насколько действительно хороший? Почему видео с ним настолько популярны? Смотрите далее в новом выпуске и если тебе нравится армрестлинг и ты хочешь больше видео о нем, пиши об этом в комментариях. Но прежде друзья, давайте немного поговорим о деньгах. Ларри Уэллс, о котором мы сегодня еще поговорим в этом выпуске, на днях рассказал, что 40 секундный выпуск, который они с друзьями вот буквально сняли смонтировали на коленке и который на его канале на ютюбе собрал 100 миллионов просмотров, принес ему 20 тысяч долларов. Это очень солидные деньги, особенно относительно затраченных усилий, но даже подобные чеки, это просто семечки для IT-специалистов из той же Кремниевой долины. Выпуск Дудя смотрели многие, там были показаны и озвучены действительно важные вещи, но в том числе доходы IT-специалистов, которые в свое время разобрались в сфере, теперь преуспели в ней, могут работать удаленно из любой точки планеты и минимально зависеть от кризиса. Если вы хоть когда-то задумывались, может быть, я занимаюсь чем-то не тем и пора попробовать что-то новое? Да почему бы и нет? Пора, например, новые курсы от онлайн-школы программирования Skill Factory, на которые тем более сейчас скидка 50%. Вы можете научиться осваивать нейросети, изучать Data Science, программирование на Python или Product Management. Важно, на любом из курсов по мере обучения вам будет помогать личный наставник, с которым вы составите план по достижению цели. Не будет никакой воды и потраченного зря времени. Только практика, реальные кейсы и работа в режиме симулятора рабочего процесса, после чего у вас соберется портфолио для старта в профессии. Ну а кто проявит себя, еще и получит трудоустройство в карьерном центре? Ссылку на сайт Skill Factory я оставлю в описании под этим видео, но, друзья, акция не вечная, так что не зевайте, тем более, что доступна еще и рассрочка на оплату. В общем, обучайтесь новому, зарабатывайте больше и занимайтесь любимым делом. Это, кстати, и про героев нашего выпуска. Настоящее имя скулбоя Александр. Он пришел в армрестлинг по примеру старшего брата Алексея, а после стал звездой на его ютуб канале Армрестлинг ТВ. Канал действительно стоящий внимания. Он делается с душой и за последние годы набрал серьезные обороты. Звездные соперники, просто крепкие парни и случайные прохожие. В этом вся суть армрестлинга. Каждый может встать за стол против любого и проверить свои силы. Ну и, конечно, спасибо Алексею, что пошел навстречу и дал добро на использование видео с его канала. И ссылку на канал Армрестлинг ТВ я оставлю в описании под видео. Советую подписаться. Среди вирусных видео на Армрестлинг ТВ, конечно, нарезки поединков Александра или скулбоя. И это понятно. Всем интересно посмотреть, как с виду, ну, не самый крепкий парень в очках, как пить дать старшекласснику, деловать здоровяков и опытных атлетов. И это не постановочные кадры. Поединки реальные. Просто Александр, которому всего 18 лет, борется на руках уже 5 лет. И хотя младший брат давно уже не школьник, именно так, скулбой, его назвал для первого видео Алексей. А дальше стало понятно. В плане образа братья попали в точку. Вот только посмотри элементарный пример. Справа Джефф Дейб. Человек, который уникален тем, что у него гигантизм. Невероятно большие руки. И ты только посмотри, что с ним делает этот школьник. То есть я не знаю условий, при каких происходили вот эти поединки, да, но вот то, что ребята показывают, это реально шок, да. Причем я себе конкретно отдаю отчет, то что, там, это может быть после, там, затяжного какого-то поединка, да, там, или еще что-то. Типа, ну, человек может быть уставший, но факт есть факт, да. Да, ребята борются и выигрывают. Это как такая банда армрестлеров, которые приходят, наводят шороху на турнирах, причем не обязательно в турнирной сетке за разминочным, да, и такая, типа, шух, и растворяется. Василий Сорокин знает, о чем говорит. Он и сам нашумел на ютюбе, правда, русскоязычном, в образе ботаника, который пачками кладет здоровяков за столом для армрестлинга. Ну, а что скажет другой Василий? Кузнецов, автор канала «Железный рейтинг», чемпион России, который годами продвигал культуру армрестлинга в массы на своем и не только канале. Представитель старой школы, который, однако, в теме трендов и даже сам учит атлетов, как заявить о себе в медиа. Как он оценит шумиху вокруг скулбоя? Скулбой – это, наверное, такой главный раздражитель для старого поколения рукоборцев, потому что парень вроде бы ничего не выиграл, а его знают все. И, конечно, мы ветераны ворчим на него, что он такой некий самозванец современного армрестинга. Но, с другой стороны, он реализовал все то, все те возможности, которые дает сегодняшняя цифровая эра. То есть он полностью воспользовался теми преимуществами, которые дает Инстаграм, которые дает Ютуб. И если говорить о правильном позиционировании, о спортивном маркетинге, о использовании всех этих преимуществ в конкурентах, то парни молодцы. Эти два брата сделали все так, как должны были сделать. Если бы ко мне пришел кто-то из рукоборцев для консультаций по спортивному маркетингу, я этих двух братьев поставил бы ему в пример. Количество просмотров и подписчиков в мире соцсетей – штука важная. Но они не помогут за столом во время поединка. Почему тогда скулбой все равно побеждает атлетов крупнее себя? Обратите внимание, как он верхом борется. Просто вот выламывает людям кисть. И реально, я бы на месте этого судьи, наверное, тоже бы, типа, да ну ладно, типа, нифига себе. Причем он универсальный боец, да? То есть он может бороться как верхом, так и в крюк. Далеко не многие армрестлеры обладают такой техникой. Многие однобойки. Ну то есть им либо верхом, либо в крюк. Он же может и так, и сяк. И это дает ему дополнительное преимущество. Правда, ради у обоих братьев есть опыт выступлений и побед на турнирах. Тот же Александр, а он сегодня наш главный герой, отвечая на мой вопрос о будущем, четко обозначил. Армрестлинг не совсем хобби. Хочется верить, что я смогу добиться высокого уровня в этом спорте, не переходя на темную сторону. Цель есть – стать абсолютным чемпионом мира по армрестлингу. Его старший брат Алексей подтверждает. Александр идет хорошим темпом, исключительно в натураху. Ни за кем не гонять, занимается сам для себя, потому что любит этот вид спорта. И стоит признать, впереди у Александра громкая дуэль против звезды мирового уровня – Ларри Уиллса. Тому явно мало рекордов в пауэрлифтинге, эффектного дебюта в стронгмене, побед в бодибилдинге, мощных попыток в строгом подъеме на бицепс и так далее. Ларри готов попробовать себя и в армрестлинге, и стать следующим, кто испытает скулбоя. На стороне Ларри физическая мощь, а у Александра явно преимущество в опыте. Но оба не так давно стояли за одним столом с самим Девоном Ларатом. Пусть он рассудит, у кого в этом поединке больше шансов. Слушайте, я тут увидел, что Ларри Уиллс вызвал на поединок скулбоя. Это просто пушка. Ларри действительно зверь, он очень сильный. Но при этом я боролся и со скулбоем, и хорошо знаю, насколько он крепкий. Слушайте, если кто хочет поспорить на тысячу долларов, я ставлю на победу скулбоя. Что этот поединок будет интересным и нашумит в медиапространстве, вопросов нет. А вот кто по-вашему победит, пишите в комментариях. По его рукам не сказать, что он прям сильный-сильный. Но, опять же, как Алексей Иванович у его договори, не важно, что ты выиграл, важно, кого ты победил. И судя по его соперникам, с которыми он борется, и как он борется, причем на протяжении большого времени, можно сделать вывод, что школьник имеет реальную силу в армейсной ноге, помимо силы еще владеет техникой, и может составить конкуренцию. Например, я, опять же, российскими мерками какими-то меряю это все. Во-первых, говорим то, что ему сейчас, если я не ошибаюсь, до 21 года, точно. И это юниор по меркам России. И, соответственно, если мы возьмем его и поставим в юниорскую категорию, там, скажем, ту же самую до 90 или до 95 килограмм, я думаю то, что он уверенно войдет в шестерку на чемпионате России. Ну, на первенстве России, так как это юниоры. С колбой к предстоящей дуэли относится серьезно. Подготовка продолжается, и у нас точно еще будет немало поводов о нем поговорить. Ведь после сотен поединков на съемках Армрестлинг ТВ опыта ему и его брату Алексею точно не занимать. Василий Сорокин помнит, с чего парни начинали и насколько крепкие у них руки. Мы как раз проводили, это было лето, мы как раз проводили армприцеп. Армприцеп проводили на Воробьевых горах, рядышком с Мордором. И, блин, тогда, конечно, это была очень крутая встреча. Мы с ним рубились. С Йоха-Йоха тогда меня выиграл. Надо сказать то, что он отснял очень крутой видос, где передал ту атмосферу. И я так понимаю, что, может быть, у него тогда в голове зародилась, опять же, эта самая идея о том, что можно выходить со столом, прям ставить его на улицу и бороться со всеми желающими. Потому что, ну, я помню, как он мне говорил, Вась, это реально крутая штука. Блин, я бы очень хотел. Кстати говоря, примерно то же самое говорил Лорат, когда мы с ним боролись на том же самом армприцепе в 2018 году, когда мы приехали на злотый тур. Как раз-таки Алексей запечатлел наш армприцеп на Воробьевых горах. И тогда, действительно, на протяжении там мы боролись, что ли, 8, что ли, часов. Ну, то есть это какие-то невероятные нагрузки на руки, да. Но при этом у всех была возможность просто приехать, просто побороться под открытым небом, в хорошей компании, с хорошей погодой, да, там, ну, кайфануть, другими словами. Но мы боролись тогда весь день. Для того, чтобы выдерживать такую колоссальную нагрузку на протяжении такого долгого времени, нужно обладать очень мощной силой и выносливостью. Не каждый... Они оба чертовски выносливостью. Да, это факт. Мы примерно таким же образом готовили Дениса Цыпленкова к армфайту, который был в 2018 году на злотом туре. И так получилось, что мы просто приезжали к Денису, да, и привозили много людей. Ну, конечно, многие хотят побороться с Денисом. А у Дениса соперника, который был бы равный ему по силам, нет. Поэтому мы просто выстраивались в такую круговуху, да, и каждый человек, который боролся с Денисом, боролся 6 раундов. Это как раз та самая нагрузка, которая предстояло Денису выдержать в рамках этого армфайта. Вот, и что получилось? Денис на левую и правую руку в сумме одержал 256 побед подряд. То есть это огромное количество людей, которые вот так вот круговую по факту устраивали, да, там, проиграл 6 раз, встал в конец очереди, следующий подходит. И таким образом 256 побед. Это просто какая-то невероятнейшая цифра, потому что там были люди, ну, действительно, все те люди, которые, не только там обычные, там, кто гуляет по улице, нет, это были именно армрестлеры, которые были подготовлены, там были люди, которые могли, ну, там, в, ну, нельзя сказать, сопоставимой по силе Денису, да, ну, например, если бы Денис, там, боролся с ними, там, подряд большое количество времени, естественно, бы там, ну, он подустал. И вот этот фактор, я думаю, что сыграл на руку Денису, и он тогда смог одержать победу при этом над лоратом, и он добавил выносливости очень изрядно за то время, пока мы к нему ездили. Парни не заморачивались, но саму суть выделили. То есть это стол в людном месте ставят, и с любым желающим борются на руках. Это очень крутая задумка. Более того, то, что это, пожалуй, самый лучший способ людям, которые вот просто так гуляют, показать, что такое армрестлинг, что он доступен. Каждому для армрестлинга тебе в любом случае нужен партнер. Тот человек, с которым ты бы боролся. А тут уже есть этот человек, это скулбой, ну, школьник, другими словами, который так и говорит, хочешь со мной побороться? Естественно, конечно, да. Тем более, посмотри на его внешний вид. Он выглядит абсолютно, он располагает к себе. Ну, и люди такие думают, ну, почему бы нет? А давай. Люди абсолютно разной комплекции. Есть люди, которые, там, с большой мышечной массой. Есть люди, которые, а почему бы нет? То есть порог входа, да, вот именно вот в этот, можно так сказать, аттракцион, да, там, абсолютно минимальный. Все, кто хочет, может поучаствовать, и этим доступно. Если хотя бы из, там, ста человек, пять, может быть, десять, да, вот такая, ну, плюс-минус процент конверсии, заинтересуются этим видом спорта, то этого будет вообще прекрасно. Тем более, то количество времени, которое эти ребята записывают этот проект, через их руки прошло, не знаю, мне кажется, не то, что тысячи, десятки тысяч людей. А это в любом случае, как сказать, для того, чтобы пропустить такой поток рук через себя, да, через стол, с которым ты пришел на, там, Time Square, например, или еще куда-нибудь, нужно иметь невероятную выносливость, благодаря которой ты можешь бороться, там, на протяжении, там, двух-трех часов, там, 500-600 человек. Руки потом гудят просто невероятно. И реально им огромная благодарность за их проект, тем более то, что сейчас он набирает безумнейшую популярность. Вот регулярность видео, с которым выходит видео на этом канале, ну, могут позавидовать, действительно, там, другие каналы из других видов спорта, например, да. Тем более, там, количество просмотров, которые они набирают, и постоянство этих больших просмотров просто поражает, там, скажем, 3,5 миллиона просмотров, 4,5, 7,7 миллионов просмотров. И это еще, ну, это вот, просто я смотрю видео из рекомендуемых следующих, все так же с этого канала. Ребята, огромные молодцы. На сегодня это все, друзья. Что вы думаете о Скулбое, о его реальной силе, о будущем поединке с Ларри Уилсом и, в принципе, о проекте Армрестлинг ТВ? Мое уважение парням, они делают действительно классные вещи, и я надеюсь, в будущем мы сообщат, снимем для вас нечто особенное. Ну, а пока ссылки на всех героев выпуска и, конечно, на их канал, Армрестлинг ТВ, я оставлю в описании под видео. Спасибо, что смотрели, любите Армрестлинг и, как всегда, работаем дальше.